Итак, новый выпуск новостей. Как обычно, мы собрали самые горячие за прошедшую неделю новости, и сегодня мы о них поговорим. Привет, я Дима, погнали! Вот-вот выйдет новый игровой смартфон от многими любимой китайской компании Xiaomi, и, судя по всему, он побьет кое-какой рекорд. Уже 3 марта суббренд Xiaomi под названием Black Shark представит свою новинку – игровой смартфон Black Shark 3. Сам гаджет, если быть точнее, только его заднюю панель показали в коротком промо-ролике, и все как обычно – интересный дизайн и фирменный логотип. А если говорить о том, на что же он способен, то в сети появилась информация о прохождении и тестировании в бенчмарке Antutu. И по итогу он побил рекорд по производительности, выдав результат в 620 952 балла. И, конечно же, этим сразу похвастался глава Black Shark. Однако был еще один результат в 612 651 балла. Дело в том, что проверяли разные версии смартфонов. По характеристикам игровой гаджет порадует нас 865 снэпом, Android 10 и дисплеем с разрешением 3120 на 1440 пикселей. Также есть информация о QHD дисплее с поддержкой частоты обновления картинки 120 Гц и в придачу 5G модем. А если брать в расчет еще один рекламный постер, емкость аккумулятора составит 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. В общем, ожидается достаточно мощная штука. Компания Qualcomm решила не париться о таинственности и раскрыла список еще не анонсированных смартфонов, которые получат их мощный чипсет. В конце 2019 года ребята представили просто конфетку. Топовый проц Snapdragon 865, которым оснастят ну очень много флагманов этого года. И компания Qualcomm решила приоткрыть завесу тайны и раскрыла список смартфонов, которые получат данный чипсет. В общей сложности обещают более 70 моделей с этим процессором. И так компании, которые остановили свой выбор на нем. Asus, Black Shark, Fujitsu, IQ, Lenovo, Nubia, Oppo, Realme, Redmi, Samsung, Xiaomi, Sharp, Sony, Vivo и ZTE. Также ребята опубликовали список смартфонов, в котором есть уже анонсированные модели, а также те, которые совсем скоро дебютируют. Весь список вы сейчас можете наблюдать у себя на экране. В списке, кстати, есть и Black Shark 3 из прошлой новости. А вы напишите, какой из смартфонов в этом списке нравится вам больше всего. Помните историю противостояния США и китайской компании Huawei? Так вот, теперь поисковой гигант Google пытается получить разрешение на продолжение сотрудничества с Huawei. Еще с мая 2019 года Huawei причислили к компаниям, которые не имеют права использовать американские технологии. А Google Mobile Service причисляются именно к таким. Несмотря на запрет, с китайской компанией работает Microsoft, но это благодаря исключительному разрешению о продолжении сотрудничества. И это же разрешение захотели получить и Google. По последним данным, они подали заявку правительству США. Заявка с просьбой возобновить возможность лицензирования своих мобильных сервисов компании Huawei. И если у них это получится на смартфонах, вновь появятся приложения и сервисы, такие как Play Store, Maps, Photos, YouTube и Gmail. Однако у Huawei есть и свой набор мобильных сервисов. Ведь не предложить альтернативу они не могли. Но даже так, они пока что ограничены в функционале, а их популярность на глобальном рынке оставляет желать лучшего. Некоторые пользователи пытаются решить проблему сами и устанавливают гугловские сервисы на свои смартфоны. Однако при таком подходе существует определенная опасность, ведь хакеры могут создавать поддельные приложения. И тогда пользователи очень рискуют. Пока непонятно, получится ли у Google получить разрешение. Поэтому остается только ждать ответа от правительства США. Знаете ли вы, какой смартфон в 2019 году оказался самым популярным и самым продаваемым? Я, например, не знал. А вот одна компания провела глобальное исследование. И выяснили этот момент. Canalys. Это компания, которая занимается анализом ключевых трендов мобильного рынка. И недавно они опубликовали результаты исследования популярности смартфонов в 2019 году. Первого, кого хочется отметить, это Xiaomi. Ведь это достаточно молодая компания, кто не знал, ей всего 10 лет. Однако они уже умудрились попасть в топ-10 мирового рейтинга по продажам смартфонов. Китайский гаджет под названием Redmi Note 7 забрал шестое место. А в четвертом квартале 2019 года Redmi Note 8 и вовсе стал самым востребованным в мире Android-устройством. Однако, если озвучивать результаты за год, то это звание забирает Samsung со своим Galaxy A10 и третьей строчкой в рейтинге. Да и в принципе, весь остальной топ корейская компания делит с яблочным брендом. Как вы уже догадались, победу забрал iPhone, а именно модель XR. А в комментах вы можете составить свой список популярных смартфонов, по вашему мнению. Наши гаджеты постоянно находятся под какой-то угрозой. И в этот раз новая уязвимость затронула аж миллиард гаджетов с модулями Wi-Fi. Компания под названием Asset специализируется на компьютерной безопасности. И они опубликовали отчет, в котором говорится, что более миллиарда электронных устройств находятся под угрозой взлома. Из-за использования уязвимых взлома Wi-Fi модулей. Используя этот метод, хакеры могут получить доступ к смартфонам, ноутбукам, планшетам, умным колонкам, роутерам и даже электронным книгам. Название уязвимости дали круг. И ей подвержены устройства, оснащенные Wi-Fi модулями, выпущенными компанией Cypress и Bradcom. Сам взлом происходит за счет обнуления ключей шифрования при временной потере или разрыве подключения по Wi-Fi. Угроза подтвердилась даже у таких крупных компаний, как Google, Apple, Samsung и Xiaomi. Еще и на микрокомпьютерах Raspberry Pi 3. А если же у вас установлены Wi-Fi модули от компании Realtek, Rolink, Qualcomm и Mediatek, то беспокоиться не стоит. Ведь их уязвимость не затрагивает. Если же ваш модуль не от этих компаний, то есть и хорошая новость. Проблема имеет программный характер. И крупные производители уже выпустили необходимое обновление, устраняющее уязвимость. А специалисты из Asset молодцы. И еще они всем порекомендовали проверить обновление ПО на своих устройствах. Если ролик вам понравился и был интересен, не забывайте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Пока-пока.